Несмотря на пронзительный ветер, народу около 180-го лицея собралось прилично. Еще бы такого турнира в Нижнем Новгороде не было никогда. Золотая шайба не в счет, там дворовые команды собираются. В школьной хоккейной лиге все понятно из названия. Идея создания турнира принадлежит олимпийскому чемпиону Александру Скворцову. Я сам вышел из дворового хоккея. Всю свою молодость играл золотой шайбой в Ленинском районе. За команду Огонек. И сейчас, когда уже отыграв большую карьеру, став тренером, я подумал, что надо долг отдавать детям. В первый день играют команды Канавинского, Советского, Приокского и Ленинского районов. Перед стартом настроение у ребят разное. Кто-то уже видит себя на первых ролях, кто-то более рассудителен. Все команды равные. Каждая команда считает, что она лучшая. И мне кажется, тут уже соперничество идет на более развитом позиции. Во время игры понятно, Ленинский район на коне. Во всяком случае, их голы в ворота соперников болельщики устали считать. Кстати, идея создания лиги абсолютно всеми принята с восторгом. Хоккейная лига была принята всеми, особенно родителями, просто на ура. Вы не представляете, какой сейчас начинается азарт между родителями. Родители начинают создавать команду, объединяются, созваниваются. Чтобы не подводить нас, обязательно придите, потому что начинают приняться спортивное соревнование. А какие сейчас команды придумывают названия? Мне рассказывают и сормовские соколы, и черебенковские шерстни. Вообще считается, что основная цель турнира – детей от всяких гадостей отвлечь. Но есть и более практические задачи. Это будущее пополнения нашего торпеда. Это тоже надо понимать, это тоже возможно. Потому что чем больше занимаются ребят каким-то видом избранным видом спорта, тем больше есть перспектива, что они войдут в состав сборных команд области и России. В этом году свои команды представят 24 школы. Но, собственно, соревнования начнутся в апреле. В одном из фокусов будет проведен хоккейный турнир. Просто зима уже заканчивается. В следующем году команд будет уже больше. Организаторы планируют сделать так, чтобы турнир охватил все школы Нижнего Новгорода. Александр Быков, Алексей Калякин. Объективно. Спорт. ННТВ.